Здравствуйте! В эфире новости Альметьевска. В студии Радик Рахимов. Смотрите сегодня в выпуске. Трудоустроенный по максимуму, Альметьевск достиг рекордно низкого показателя по безработице. В прошедшем году достигну рекордно низкого уровня безработица в Альметьевске по нагладам. От сердца к сердцу. Средства, вырученные на школьной благотворительной выставке, пойдут на приобретение оборудования для детей. Дети рады. Сегодня целый день ждали, когда мы пойдем на ярмарку и на концерт. Словно в армии побывали. Альметьевские школьники провели военно-патриотическую игру «Зарница». Ну, ожидаем от команды победы. Выиграть. Пришли сюда за этим только. В прошлом году в Альметьевске был достигнут рекордно низкий уровень безработицы – 0,86% от численности всего трудоспособного населения. Об этом на еженедельном совещании с городским активом сообщил директор Центра занятости населения Минсагитна Среддинов. Также он рассказал, какую работу Центр занятости проводит с молодежью. В прошлом году в Центр занятости обратилось более 6 тысяч человек. Вместе с работодателями специалисты Центра трудоустроили более 2 тысяч человек. Результатом проведенных мероприятий по трудоустройству стал рекордно низкий уровень безработицы в Альметьевске за последние 16 лет. В прошлом году достигнут рекордно низкий уровень безработицы в Альметьевске за последние 16 лет. Это 0,86% от рабочей силы. Самый высокий уровень безработицы был в Альметьевске в 2010 году 4,28% от численности рабочей силы. Минсагитна Среддинов отметил, что большая часть безработных в Альметьевске – молодежь. Молодые люди в возрасте до 29 лет только формируют свое отношение к трудовой деятельности, свой образ жизни и свои ценности. Поэтому работе с этой категорией безработных Центр занятости уделяет большое внимание. В базе вакансий Центра более 2000 вакансий, из них 79% по рабочим специальностям. Но, судя по статистике, они не всегда удовлетворяют запросам современной молодежи. Будущие трудоустройства, выпускниками профессионального учебного заведения в основе правило, осознанно соответствует реальность в современной зубе, в среду предупреждения работе службы занятости по такому направлению, как профессиональной агентации и профессиональной обучения. Чтобы привить навыки трудоустройства и поиска работы, специалисты Центра проводят различные психологические тренинги. На занятиях молодежь учится составлять резюме, проходит собеседование с работодателями, изучая ситуацию на рынке труда. В прошлом году тренинг прошли 775 человек. Глава района Айрайт Хайролин порекомендовал активнее использовать и другие направления работы. Поэтому здесь я прошел, у вас очень много направлений, хорошие учета у вас на все эти направления. Финансовые средства выделяются, наши задачи не просто осваиваются, они должны осваиваться эффективными. Также на совещании с информацией по итогам работы в 2017 году и задачам на текущий год выступила председатель Палаты земельных и имущественных отношений Эльвира Пузырева. Полина Сураева, Альберт Батюня, Альметьевск ТВ. В продолжении темы. 6 марта в Центре занятости населения пройдет ярмарка вакансий. У посетителей будет возможность ознакомиться с Банком вакансий службы занятости, встретиться с работодателями и договориться о трудоустройстве, пройти тестирование на определение своей профессиональной ориентации у психолога-профоконсультанта. Мероприятие начнется в 9 часов по адресу город Альметьевск, улица Герцена, дом 86А. Телефон для справок 32-34-95. В городе полным ходом идет подготовка к выборам президента Российской Федерации. Все участковые избирательные комиссии сформированы и начали свою работу. В основном сейчас они заняты оформлением документов, информированными избирателям о предстоящих выборах. Сегодня наша съемочная группа побывала на участке номер 780. Это просторное помещение пока мало чем напоминает избирательный зал. Но 18 марта именно здесь будет проходить процесс голосования. Мы сейчас находимся в зале для голосования. Он будет оформлен надлежащим образом в соответствии с требованиями, установленными. Технологическое оборудование, три кабины для тайного голосования, прозрачные урны, информационный стенд, ну и, конечно, видеокамеры, которые сейчас уже установлены. На избирательном участке действует пункт приема заявления для голосования по местонахождению. Это для тех избирателей, которые в день выборов не смогут прийти на свой избирательный участок. До 12 марта можно обратиться в любую участковую комиссию с паспортом и заполнить заявление по местонахождению. И получить отрывной талон, с которым 18 марта прийти на выборы. На этом избирательном участке таких заявлений пока шесть. На данном этапе мы активно занимаемся информированием наших избирателей о месте голосования, о возможности проголосовать вне помещения, а также в дальнейшем сверить свои данные со списком избирателей. Это во-первых. И во-вторых, мы продолжаем принимать заявления о голосовании по местонахождению наших избирателей. Это основная работа наша на сегодняшний день. Участковая избирательная комиссия работает по будням с 9 утра до 8 вечера, по выходным и праздничным дням с 9 утра до 2 часов дня. Татьяна Леонтьева, Василиса Илюшина, Альметьевск ТВ 10 тысяч культурно-массовых мероприятий прошло в минувшем году в Альметьевском районе. Учреждениями культуры и их сотрудниками получено 15 грантов на общую сумму около 4 миллионов рублей. Такая информация прозвучала на итоговом совещании Управления культуры. Какая работа была проделана и что планируется на перспективу, узнала наша съемочная группа. В Альметьевском районе 124 учреждения культуры, которые работают с населением, организуют массовые развлекательные и досуговые мероприятия. В сельских домах культуры действует около 700 студий, кружков, художественных коллективов, которые в течение года посещают около 10 тысяч человек. Начальник Управления культуры Гузель Пайдулина отметила, что смотр художественной самодеятельности проводится на селе уже более 30 лет и пользуется неизменной популярностью. В этом году в новом конкурсе фольклорных коллективов Юго-Востока Республики Татарстан «Живая нить традиции», который был организован по инициативе лично Ареат Ринатовича, желающих принять только с нашего района, было 97 заявок. Более разнообразной стала культурная жизнь города. По популярному у альметьевцев проект «Культурная среда» дополнился еще одной интересной программой – уличные театры. Альметьевск органично вписался во всероссийский фестиваль «Выходи гулять». Успешным был год и для традиционного репертуарного театра. Радуют успехи нашего драматического театра. Участник семи международных и российских фестивалей, получатели гран-при на фестивале театров малых народов России и по четырем номинациям выдвинутые на высшую российскую национальную театральную премию «Золотая маска». Успехи творческих коллективов во многом зависят и от того, насколько они обеспечены костюмом и необходимым оборудованием, есть ли у них помещение для репетиций. В этом плане минувший год также был результативным. Отремонтирована детская музыкальная школа номер один. Начались ремонтные работы и в Центральной детской библиотеке. Получают поддержку учреждения культуры на селе. Начиная с 2012 года шесть клубов построено, два отремонтировано по федеральным и республиканским программам. Их же выделено все необходимое оборудование для полноценной работы. Существенную помощь в укреплении материальной базы и в реализации творческих проектов оказывают местные власти – компания «Татнефть», республиканские и федеральные программы. Но управление культуры ставит перед собой задачу активнее – участвовать в грантовых программах различных уровней. В 2017 году нашими учреждениями и сотрудниками получено 15 грантов на общую сумму около 4 миллионов рублей. Помимо этого, участвуя в культурных проектах, удалось значительно обновить сценические костюмы, аппаратуру. Несмотря на общую положительную картину, глава района Айрат Хайрулин заметил, что хотел бы услышать более конкретную информацию не только о достижениях, но и о недоработках. Только так, по его словам, можно устранить ошибки и сделать работу более эффективной. Мне было бы интересно послушать, какой сельский дом культуры хорошо работает, кому надо подтянуться, потому что всегда для любой работы есть возможности для повышения эффективности. Но в целом он оценил работу управления культурой в минувшем году как результативную и плодотворную. Мне даже в голову не влезает, как можно заниматься управлением всей такой большой сети. То есть слишком очень много организаций, очень много разнородных организаций. Поэтому здесь ваши заместители и ваши сотрудники, и вот люди, которые здесь на местах, и руководители, значит, понимают свою задачу, знают, чем заниматься. Елена Морданшина, Татьяна Леонтьева, Альберт Батюня, Альмитиск ТВ. К происшествиям. Об аварии на городских улицах сообщает отдел ГИБДД. В субботу, 3 марта, 33-летний водитель автомобиля «Лада Веста», двигаясь по улице Герцена, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате Веста столкнулся с автомобилем «Рено Логан». За рулем был 25-летний водитель. Водители обеих машин и пассажиры Логана с травмами доставили в медсанчасть. Благотворительный концерт и выставка «Добрые сердца» прошел в Доме культуры Иска Альмята. Ученики лица интерната номер один и Управление социальной защиты проводят такую акцию уже второй год. Что предлагали своим гостям организаторы и куда пойдут собранные средства, расскажем в следующем сюжете. Яблоку негде упасть. Именно так можно описать обстановку в фойе Дома культуры Иске Альмед. Посетители толпились около прилавков благотворительной ярмарки. Большую часть предлагаемых товаров ученики лица интерната номер один сделали своими руками. Вязаные вещи, детская одежда, женские украшения, открытки, картины и многое другое организаторы выставки ярмарки предлагали покупателям. Кроме того, в этом году новинкой стало изготовление прямо там, на месте, мыло и нанесение мехенди, росписи по телу Хной. В стороне от шумной выставки разместилась фотозона. Нам кажется, что акции полезны, особенно для детей. Учат их добру, умению помогать. Ну и взрослым тоже, наверное, помогать людям во все времена было хорошо и нужно. Дети рады, сегодня целый день ждали, когда мы пойдем на ярмарку, на концерт. Я думаю, они ничего не понимают, что он благотворительный, но сама вот эта атмосфера, она вот мне кажется очень нужна, и они потом, уже будучи взрослыми, будут понимать, уже осознанно к этому подходить. На втором этаже можно было подкрепиться, чем и воспользовались многие из гостей. В основном спросом пользовались сладости и напитки. Ученики лица интерната уже изучили вкусы посетителей, потому что проводят такое мероприятие не в первый раз. С самого начала в прошлом году, когда мы первый раз делали это мероприятие, мы очень сильно переживали, как пойдет, получится, не получится. Но дети были настолько, скажем так, так зажглись идеей этой, что в этом году мы особо-то и не переживали, как бы все привезли, разложили, продали, денежку положили, как бы все очень, скажем так, в хорошую традицию выливается. После ярмарки зрителей ждал концерт. Артистами на сцене были опять-таки ученики лицея номер один. Они пели татарские и русские песни, играли на разных музыкальных инструментах, исполняли народные танцы. Помощникам-школьникам в проведении благотворительной акции выступило Управление социальной защиты. Оно же и определяет, на что лучше направить вырученные средства. Второй год, получается, мы принимаем активное участие в этом благотворительном мероприятии Добрые Сердца, в связи с тем, что все собранные средства направлены на закупку специального оборудования для развития детей. В этом году это будет оборудование песочная терапия, это целый комплекс с видеоуправлением. Полина Сураева, Татьяна Леонтьева, Альберт Батюня, Альметьевск ТВ. Альметьевские школьники сыграли военно-патриотическую игру «Зарница». Программу соревнований составили сдача нормативов ГТО и интеллектуальный этап. А посвятили «Зарницу» столетию со дня образования вооруженных сил России. Так, готовы? По строению, рапорт, здесь все почти как в армии. В строю участники военно-патриотической игры «Зарница», ученики 5-й и 11-й школ. Каждый усиленно тренировался перед соревнованиями. Ну, ожидаем от команды победы, выиграть. Пришли сюда за этим только. Ну, так готовились, да, несколько дней подряд, усердно. Чтобы завоевать кубок победителя, нужно было набрать максимальное количество баллов. Их начисляли за успешное прохождение всех этапов. В первом нужно было на время выполнить несколько несложных физических нормативов – прыжки, подъем туловища, отжимания. Валерий уверен, что все эти умения пригодятся ему в армии. Более того, признается, всерьез задумывается о профессиональной военной карьере. Должен иметь постоять за себя, за своих родных и близких, за свою родину. Я, конечно, думал об этом, чтобы пойти в армию, чтобы пойти по военной карьере, так скажем. Быть в военной академии какой-нибудь. Среди болельщиков – родители. У Наиля Хазеева в «Зарнице» участвует сын. Признается, в свое время настоял. Парень обязательно должен проходить военно-спортивную подготовку. Потому что в здоровом теле здоровый дух – это раз. Ну и каждый мужчина должен быть защитником. В целом у меня оценка положительная. Почему? Потому что очень хорошо, что в нашем городе, в Альмитиске, есть такой клуб военно-патриотический. Он воспитывает настоящих мужчин, настоящих защитников. Но с блеском здесь выполняют задания не только будущие воины. На полосу препятствий вышли и юные представительницы прекрасного пола. Меня интересуют такие задания, различные соревнования. Мне очень нравится. Для девочки это, во-первых, главное – выглядеть стройно и красиво. Я думаю, что спорт всегда улучшает не только здоровье, но и форму. Это было тяжело, но если есть спортивная подготовка, то все может получиться. Еще один конкурс интеллектуальный. Нужно быстрее соперников ответить на вопросы викторины. Сегодня патриотическое воспитание молодежи играет значительную роль в работе школ и учреждений дополнительного образования. Ребята изучают историю страны, отрабатывают строевую подготовку и проходят курсы физической. Оценка какая? Видно, что ребята были подготовлены к этим мероприятиям, будущие наши защитники нашего отечества. Видно, что они физически развиты, то есть точно так же, видно, и девочки участвуют, тоже стремятся к этому. Если мне получится хотя бы 3-5% передать молодежи то, что я умею и знаю в отношении военной службы, тогда им будет проще служить. Ну и офицеры, которым они придут на службу, скажут мне в дальнейшем спасибо. Ну это систематическое занятие, ежедневная кропотливая работа. Я своими учениками доволен. На сегодняшний день они выполнили то, что должны были выполнить. Всего на 2 балла опередила соперников команды 11-й школы. Они и стали обладателями Кубка Победителя Зорницы. Елена Марданшина, Альберт Батюня, Альмитиск ТВ. Началось голосование за очаровательных участниц фотоконкурса «Женщина эта». Заходите на сайт, выбирайте понравившуюся фотографию и голосуйте. Подробности на сайте и в группе ВКонтакте. Партнер конкурса – ювелирная мастерская «Ювелир плюс». Изготовление ювелирных изделий по каталогам, образцам и эксклюзивным рисункам. Гравировка. Ремонт любой сложности изделий из золота и серебра. Гарантия на все виды работ. Город Альмитиск, улица Ленина, 114А, улица Ленина, 24. А сейчас о погоде на 6 марта. Во вторник в Нефтеграде будет пасмурно, со снегопадом и сильным ветром. Температура воздуха ночью – 14 градусов мороза. Днем поднимется до минус 10. Атмосферное давление – 740 мм ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вы тоже можете поделиться с нами новостями. Пишите по номеру, который вы видите на своих экранах. Отправляйте фото и видео через приложения WhatsApp, Telegram и Viver. Оставляйте комментарии в наших группах ВКонтакте, Instagram, Facebook и в Одноклассниках. У нас на этом все. Я с вами прощаюсь. До новых встреч на нашем канале. Субтитры подогнал «Симон»